За два месяца более 55 тысяч жителей Тверской области вакцинировались от коронавирусной инфекции. Почти половина из них граждане старшего возраста. Что примечательно, растет и количество молодых людей, желающих привиться. Как говорят медики, несмотря на юный возраст, надеяться на собственный иммунитет все-таки не стоит, куда надежнее его укрепить. Студенты медицинского университета массово вакцинируются в центре Аваева. Молодые люди рассказали нашей съемочной группе. Что думают о вакцинации и почему решили привиться. Врач перед уколом измеряет температуру, давление и сатурацию. Если показатели не в норме, вакцинацию придется отложить. При хороших врач дает билет в процедурный кабинет. Первая, да? Все, пластырь снимите. Через 15 минут. Хорошо, спасибо. Студентка последнего курса Тверского медицинского университета Надежда Гришачкина получила первую дозу спутника ВИ. Вакцинация, уверена девушка, ответственность не только за свое здоровье, но и за здоровье окружающих. А потому раздумья, прививаться или нет, были недолгими. Я работаю на скорой, езжу на вызова к бабушкам и бессимптомное насильство. Не хочется, чтобы пациенты, которым ты оказываешь помощь, впоследствии от тебя заразились. Будущие медики о пользе прививки знают и говорят, что возможные побочные явления от препарата несравнимы с теми последствиями, которые может вызывать сам коронавирус. Чтобы обезопасить себя и своих близких, чтобы не заболеть. И близкие, которые находятся в группе риска, они не попали в больницу, не заболели. В общем, у них не было никаких серьезных осложнений для жизни. Родные вакцинировались все, без побочных эффектов. Не боюсь, но ожидаю. На бессимптомную форму этого заболевания надеяться не стоит. Во-первых, нет гарантии, что она не трансформируется в более тяжелую. А во-вторых, иммунитет после нее не слишком долгий. К тому же, хронические заболевания, которые зачастую дают осложнение, могут быть в анамнезе и у молодых людей. Молодым не стоит рассчитывать на сильный иммунитет. То есть не всегда это бывает. Бывают сопутствующие заболевания, какая-то аллергическая предрасположенность. Поэтому с целью исключениями обычно проводится осмотр врача перед вакцинацией. Центр Аваева за все время работы проявил около 4 тысяч пациентов, среди которых есть пациенты 80 плюс и даже 90 плюс. Как рассказала врач Елена Теренкова, мало у кого из них наблюдались побочные явления. А о них все говорят и почему-то боятся. В Тверской области тоже не было тяжелых поствакцинальных осложнений, не зарегистрировано. Переносят все по-разному, но большинство переносят хорошо, без каких-либо побочных явлений. Некоторые отмечают, причем малая часть отмечает гриппоподобный синдром и какие-то местные реакции местного характера гиперемии, раздражение в месте укола. В течение трех дней симптомы проходят. А после второго укола, который делается через 21 день, побочные явления наблюдаются крайне редко. Напомним, что массовая вакцинация населения началась в январе этого года по приказу президента России. На сегодняшний день в Тверской области работают 38 прививочных пунктов. В феврале к работе присоединились мобильные прививочные бригады, которые вакцинируют работников крупных предприятий на месте и жителей отдаленных районов. Записаться на вакцинацию можно через портал госуслуги, электронную регистратуру по единому номеру 122, а также по телефонам прививочных пунктов, которые размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области.